Здравствуйте! В эфире программа события. В студии Наталья Веселова. Главное к этому часу. Борьба с терроризмом и проблемой экологии. Двусторонние встречи. Пресс-конференция российского президента. Итоги первого дня работы климатической конференции в Париже. Трагедия в спортзале. Житель Саратова застрелил тренера по карате и ранил еще двоих. Нападавший отец-воспитанница спортивной секции. Что стало причиной ЧП? Его отчисляли из школы, не брали в театральный вуз, а он стал символом эстрадного жанра. Геннадию Хазанову 70. Россия будет добиваться создания широкой международной коалиции по борьбе с терроризмом, несмотря на разногласия между ее возможными участниками. Об этом заявил Владимир Путин по итогам первого дня работы саммита во французском Либурже. Главной темой встречи лидеров 147 государств был вопрос изменения климата. Однако конференция стала хорошим поводом обсудить тревожную ситуацию на Ближнем Востоке. Подробности расскажет наш европейский корреспондент Андрей Баранов. Выбирать между борьбой с терроризмом и борьбой с глобальным потеплением нет смысла, заявил, открывая 21-ю климатическую конференцию ООН Франсуа Алланд. Оба вызова для современности являются главными. Если климат в метеорологическом смысле слова в последние годы опасно теплеет, то в смысле политическом скорее наоборот. Владимир Путин и Реджеп Таип Эрдоган впервые на одном мероприятии после происшествия, которое, казалось бы, трудно вообразить. Турция сбила над Сирией российский бомбардировщик. После этого Анкара неоднократно настаивала на контакте лидеров в Париже, но извиняться на отрез отказалась. У Владимира Путина спросили, состоялась ли все же встреча на полях, которая так интриговала мировую прессу. С президентом Турции мы не встречались, не виделись, соответственно, встречи не было. А что касается самой темы сбитого российского самолёта, то, конечно, эта тема звучала практически во всех моих двухсторонних встречах. Я давал соответствующие пояснения и рассказал о том, что произошло. Все коллеги внимательно слушали, и подавляющее большинство разделяют. Во всяком случае, тот тезис, согласно которому не было никакой необходимости наносить удар по незащищенному российскому бомбардировщику, который Турции не угрожил. Инцидент в небе над Сирией грозил сорвать переговоры по широкой коалиции, на которой так настаивал после парижских терактов Франсуа Аллан. По словам Путина, добиться единого фронта против терроризма нельзя, пока кто-то будет использовать часть террористических организаций для достижения собственных сиюминутных политических целей. Но это не значит, что не надо пытаться. Мы сейчас получили дополнительные данные, подтверждающие, к сожалению, что из мест добычи нефти, которые контролируются ИГИЛ и другими террористическими организациями, эта нефть в огромном количестве, в промышленном масштабе, поступает на территорию Турции. Решение по поводу того, чтобы сбить наш самолёт, было продиктовано желанием обеспечить безопасность этих путей доставки нефти на территорию Турции, как раз к портам, откуда они отгружаются в танкеры. А защита туркоманов – это только предлог. И, конечно, вы знаете, что наши лётчики на своих ракетах пишут «за наших», то есть это месть за удары за погибших наших граждан на Синае. На этих же ракетах пишут «за Париж», это возмездие за удары по Парижу террористов. А этот бомбардировщик сбивает турецкий ВВС. О чём же можно говорить? О какой широкой коалиции? Мы всё равно будем стремиться к тому, чтобы сложилась действительно действенно, эффективная, широкая коалиция. Первая двусторонняя встреча Путина на полях саммита с Бараком Обамой. На протяжении получаса, что идёт разговор, не идёт даже протокольная видеосъёмка. Лидеры в нюансах обсудили обстановку в Сирии и продвинулись вперёд в поисках политического решения конфликта. Обама по-прежнему настаивает на том, что Ассад должен уйти, но в целом есть понимание, куда нужно двигаться в сторону принятия новой конституции, организации легитимных выборов и контроля за их результаты. Также Обама выразил Путину сожаление в связи со сбитым российским бомбардировщиком. На пресс-конференции президента России спросили, не жалеет ли он о том, что отношения с Анкарой пришлось сворачивать. Я сам лично очень много сделал для строительства этих отношений в течение длительного периода времени. Но есть проблемы, которые возникли уже давно и которые мы пытались решить в диалоге с нашими турецкими партнёрами. Например, мы давно просили обратить внимание на то, что представители террористических организаций, которые воевали и пытаются воевать с нами с оружием в руках в отдельных регионах России, в том числе на Северном Кавказе, всплывают на территории Турции. Мы просили прекратить такую практику. Тем не менее фиксируем, что они находятся на территории Турецкой республики, проживают в охраняемых спецслужбами и полициях регионах, а потом, используя безвизовый режим, всплывают опять на нашей территории, где мы продолжаем с ними бороться. Игнорировать тему конференции Владимир Путин не стал. Он рассказал, что Россия полностью поддерживает желание Франции и добиться в Париже юридически обязывающего соглашения о сокращении выбросов парниковых газов. Специалисты продолжат следить за климатической интригой. Удастся ли Франции войти в историю, как стране, на территории которой человечество все же смогло объединиться в борьбе с глобальным потеплением, или разногласия между развитыми и развивающимися странами все же возьмут вверх. Оттачивать финальные формулировки делегации будут до самого конца конференции, который назначен на 11 декабря. Андрей Баранов и Евгений Полойко, ТВ-центр, Париж, Франция. Агентство Reuters сообщило, что премьер-министр Турции Ахмед Давутаглу призвал создать канал военной связи с Россией для предотвращения инцидентов в воздухе, подобных тому, который произошел неделю назад, когда турецкие военные сбили российский бомбардировщик. Другим событием полиция Саратова расследует обстоятельства убийства в спортивном клубе города. Прямо во время занятий детской секции каратэ в зал зашел отец одной из воспитанниц и открыл стрельбу. Погиб тренер, еще два человека получили ранения. Подробности произошедшего и первой версии у Александра Огородникова. Полы все залиты кровью, за кадром детский плач. Воспитанники секции каратэ только что стали невольными свидетелями того, как был убит их тренер. В результате стрельбы еще двое мужчин. Родители юных спортсменов получили тяжелые ранения. Гнистрел тут, а гнистрел. Он здесь. Один, двухсотый, двое, значит, признаки жизни подают. Ага, давай. Где этот? Он здесь. Где, где здесь? Он здесь был. Я сейчас упал, он здесь, я его видю. Накануне вечером в спортивный зал вошел 45-летний Расим Керимов. Его здесь хорошо знали. Бывший судья по каратэ долгое время работал вместе с убитым тренером и водил в секцию свою дочь. Сообщается, что между мужчинами возник конфликт, после чего Керимов взялся за оружие. Вечером в помещение спортивного зала прошел 45-летний отец одного из воспитанников в данной спортивной секции. И вследствие имеющегося конфликта с тренером, он открыл стрельбу из огнестрельного оружия. Правиль для тренирующихся. В результате произошедшего тренер получил ранение, от которого скончался на месте. Что стало причиной жестокой расправы, выясняет следствие. По предварительной версии, конфликт между судьей и тренером возник еще год назад. Тогда Керимов уволился, но его дочь продолжила занятия в секции. Девушка выступала за сборную России и неоднократно становилась победительницей первен страны. Но методы подготовки совсем не устраивали ее отца. С последней тренировки спортсменка пришла с синяками. Выяснилось, что это последствия удара тренера. На месте трагедии следователи нашли шесть стреляных гильз. Никто из детей не пострадал. Полицейский, бывший судья, сдался сам. Подозреваемый уже допрошен. Он дал признательные показания, пояснив, что ранее у него с потерпевшим имелся конфликт. И он полагал, что его оппонент придет относиться к дочери. Следователи уже изъяли орудие совершения преступления. Назначен ряд экспертных исследований. Уголовное дело возбуждено по статье убийства, совершенное общественно опасным способом. Стрелку грозит до 20 лет тюрьмы. Александр Огородников, Артем Расказихин, ТВ-центр. Американское издание «Вашингтон-Пост» провело журналистское расследование, которое показало неожиданные результаты. Выяснилось, что немалая часть техники вооружения, поставляемого из США на Украину, является критически устаревшим. Внедорожники, произведенные в 80-е годы, разваливаются на ходу. Бронежилеты не используются американской армии. С середины 2000-х издание отмечает недовольство украинских военных, проходящих службу в Донбассе, которые называют американскую помощь, цитирую, второсортным хламом. А на Украине, в Одессе, активисты запрещенного в России правого сектора устроили очередной акт иллюстрации судьям, которые освободили под залог участников событий 2 мая прошлого года. Речь идет о сторонниках федерализации Украины, обвиняемых в организации беспорядков. Радикалы заблокировали чиновников здания суда, раздали бумагой ручки и потребовали написать заявление об отставке. Милиция предпочла не вмешиваться. Напомню, в мае прошлого года в ходе столкновений с противниками Евромайдана радикалы правого сектора устроили пожар в Доме профсоюзов. В результате только по официальным данным погибли около 50 человек. Сегодня 70 лет Геннадию Хазанову. Мастером блистательной импровизации назвал его в своем поздравлении Владимир Путин. С детства Хазанов мечтал стать большим артистом, но всенародную любовь ему принесла роль студента кулинарного техникума в эстрадной миниатюре. Впрочем, мечта о кинотеатре все-таки сбылась. Оксана Коваленко о разностороннем таланте юбиляра. С народным артистом РСФСР Геннадием Хазановым легко поссориться. Я вам интересен в размере трехминутного новостного сюжета. У меня нет возможности вам рассказывать про свою жизнь в новостном сюжете. Предупреждает. Вспыльчив, эмоционален. А потому, если бы дали возможность, говорит, изменил бы себя, но не профессию. И даже когда партийные функционеры объявили ему цензуру, доступ на телеканалы был закрыт, Хазанов упорно выходил на сцену. Я всегда болтаю, всегда не то, что нужно. Режу правду матку. Тогда мне никто не просит. На уроках маленького Хазанова просили замолчать. Мальчик был бледный, слабый, но очень непоседливый. Настолько подвижный, что всерьез подумывал пойти в балет. Возможно, будущий мастер сатиры и встал бы на пуанты. Но судьба запланировала другое фуэте. Сначала за неуспеваемость и недостойное поведение. Вместо домашнего задания он показывал классу пародии на учителей. Его отчисляют из школы. Если бы я сегодня начал жизнь с чистого листа, я бы учился получше. На что бы налегали? На завтраки, в столовой. А в 14 лет знакомятся с Аркадием Райкиным. Тот спустя десятилетия. Хазанова назовет своим преемником, но это потом. А в 18 абитуриент Хазанов мечтает поступить на актерский факультет. Но все театральные вузы столицы уверенно ставят на нем крест. И что мы с мамой против них не делали, ничего не помогало. Наоборот, их с каждым днем все больше и больше. А нас с мамой все... Мечтая о сцене, работает на радиозаводе. Собирает телевизоры те самые, на экранах которых через несколько лет его увидит вся страна. В 1975-м студенту кулинарного техникума сочувствуют в каждой квартире. Да я знаю, что я плохо сделал, что я эти деньги дал. Я бы не давал. Но я же не один такой, правда, да? Да? Другие же тоже. Злоключения студента кулинарного техникума пользуются популярностью. Но в какой-то момент артисту становится не до смеха. Публика по-прежнему просит студента. А Хазанов, естественно, в одном персонаже. Он ищет себя в пародиях на злобу дня. Шутки становятся все острее. Но зритель уже не тот. С распадом Советского Союза с экранов уходит интеллигентный юмор. Хазанов принимает непростое решение. Прощается с эстрадой. Прощай, наверх! Только смерть избавит меня от сердечных мук. Гуд бай, май лав, гуд бай! Кеша! В отличие от попугая Кеша, в делах сердечных бывший конферансьярки астралианида Утвесова – консерватор. 25 декабря 70-го года в районном ЗАГСе народный артист Советского Союза пришел ставить свою подпись как свидетель. Ну и подвезти Утесова. Мне было стыдно, так что я все 45 лет с женой прожил. Он пел у вас на свадьбе? Никак. Свой юбилей встретят, скорее всего, на сцене уже много лет. Хазанов – драматический актер. Спектакли с ним собирают аншлаги. Но признание публики для артиста – не главный подарок. Я хотел бы получить в подарок здоровье моих близких, спокойствие страны, в которой я родился, всю жизнь прожил. И надеюсь, что в этой стране буду жить до последнего удара своего сердца. Оксана Коваленко, Виктор Мальцев и Андрей Булычев. ТВ-центр. Вопросы профилактики правонарушений обсуждают в эти минуты в Москве на специальном городском совещании. Оно проходит ежегодно в течение 10 лет. Эти кадры мы получили только что. Сергей Собянин подвел итоги работы по обеспечению безопасности в столице. Особое внимание сейчас уделяется программам по предотвращению преступлений и выявлению их причин. Профилактика ведется во всех сферах, в том числе транспортной и образовательной. По всей столице работают сотни тысяч камер, которые фиксируют нарушения. В городе действуют десятки программ, которые так или иначе повышают уровень безопасности. За прошедшие пять лет мы создали несколько принципиально новых информационно-аналитических и технических систем обеспечения правопорядка в городе. Прежде всего, в Москве появилась информационно-аналитическая система контроля криминогенной ситуации. Эта система позволяет выявить очаги криминальной активности, анализировать причины их появления и, соответственно, принимать комплексные меры по повышению безопасности. Во Владивостоке полиция разбирается в обстоятельствах резонансного ДТП. В нем замешан депутат местного законодательного собрания. Находясь за рулем, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, он попытался скрыться с места аварии, едва не задавив очевидцев. Все подробности у Владимира Орлова. Один из участников ДТП пытается скрыться с места происшествия. Очевидцы пробуют его остановить. Перекрывают движение, но мужчина, словно никого не замечая, жмет на газ. Спустя 15 минут наряд ДПС все же остановил иномарку. За рулем оказался депутат законодательного собрания Приморья Владимир Гришуков. Первым делом он предъявляет удостоверение. Полицейские предлагают водителю пройти медицинское освидетельствование. Но мужчина отказывается. Что значит не должны? А вы должны с ДТП скрываться, пьяный за рулем ездить? Если вы депутат, да? То можно, значит? Ну, первое, не пьяный. Во-первых, у меня есть причина. Меня есть, смотри, что сделает моя медицинская. Есть основания, полагая, что вы находитесь в состоянии опьянения, потому что это запах алкоголя идет. Документы не передали. А вот у меня машина там, видите, вы что сделали? При этом депутат считает, что виновником ДТП является не он. Судя по характеру повреждения, я могу судить, что вы ударили автомобиль. Нет. Какой-то. Как раз. У меня сдавали и в зад ударили. Второй участник ДТП с депутатом не согласен. Человека заметил неадекватно, вел себя еще где-то в районе самой остановочки столетия. Думал, в сторону уйду от него. А он тоже перестроился, видать, чтобы его никто не увидел, что он как бы едет не по правилам, грубо говоря, в неадекватном состоянии. Ну и здесь вот он меня на остановочке постышево догнал. Сейчас полиция проводит административное расследование. Составлен протокол по статье невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Материалы направлены в суд для принятия процессуального решения. Машина поставлена на стоянку временного задержания. На месте событий в это время работали журналисты одного из Владивостокских телеканалов. Они и перекрыли движение народному избраннику, когда тот попытался скрыться. Направлю запрос в прокуратуру. На мой взгляд, идет речь об угрозе жизни нашего журналиста. 59-летний Владимир Гришуков возглавляет Приморское отделение КПРФ более 20 лет. Депутатом законодательного собрания Приморского края избран в 2011-м. Работает в Комитете по региональной политике и законности. Владимир Гришков сейчас на связь не выходит. От комментариев отказываются и его однопартийцы. Депутаты считают, что в первую очередь разобраться в случившемся должны полицейские. После их вердикта свое слово скажут и приморские коммунисты. Кстати, это не первый инцидент на дороге с участием местных парламентариев. В этом году во время первомайской демонстрации в оживленную колонну пытался въехать на своем внедорожнике депутат краевого парламента Артуш Хачатрян. Он едва не задавил полицейского, который хотел остановить машину. В отношении народного избранника завели уголовное дело. Владимир Орлов, Роман Старнов, Дальевосточное бюро ТВ-центра, Владивосток. На этом пока все. Далее прогноз погоды. Всего доброго и до встречи.